Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Эксперимент молодости здоровья стартовал? Стартовал. Интересно, стартовал. Интересно наблюдать сейчас работу в чате. Интересно последствия первой нашей работы. Ну вот смотри, когда мы только начинали, задумывали этот эксперимент. Ведь сперва мы даже думали, что это будет обучающий момент. Потому что человек должен будет работать сам с собой. И в какой-то момент мы поняли, что отработки нужны будут обязательно, потому что есть вещи, которые человек выведет в фантазию, у него не будет результата. То есть фиксировать и помогать надо. И это особенно на ранних этапах, когда сейчас ведется, наверное, самая ключевая работа по очистке и по развороту сознания. Тут наша работа нужна. Видишь, очень хорошо, что чат. Вот, чат живой. Вот он, смотри, как сначала после первого дня он так прямо всколыхнулся на ресурсе, да, в этой эмоции. Ресурса было очень много. Да, очень много. Всколыхнулось, как, знаешь, как поднялось, прям как пузырьки, да. И это, а потом у людей пошли сны. И вот классно то, что они на этом ресурсе стали писать, писать. И потом сны. И вот это прям, видишь, как у человека прям через сны пошли программы наверх. А потом, смотри, ну, отписываешься там, да. А потом, смотрю, так сегодня. Вчера я заметила, так, притушение. Так, знаешь, так. Потом так. И я такая снизу хлоп. Думаю, не-не-не, вниз не пойдем. Я вообще не подняла сегодня. Сколыхнула. И снова ожил чат. Прям так чувствую, загудел к завтрашнему дню. Готовность большая, такая высокая. Ну, видишь, тут уже можно даже каждому, и ты сегодня, кстати, и писала каждому, конкретные программы, откуда идут и куда. Уже человек может видеть программу. Уже человек может осознавать программу. Уже человек может чувствовать программу. Осталось только измениться, изменить реакцию в теле. То есть ты попадаешь в такую же историю, а история нарисуется очень быстро, потому что программа уже в осознании. И ты уже должен реагировать по-другому, и вести себя по-другому, и проявляться по-другому. И тогда ты фиксируешь новую модель поведения. И тогда у тебя идет уже другой результат, не тот, который был до этого. И вот сейчас интересно, как люди, по сути дела, будут меняться. Они предстают перед собой, они видят свои проявления, и им надо измениться. Но это уже видно. Без психологов, без еще кого-то. А смотри, ведь этот процесс был бы невозможен, если бы не отработка на первом дне. Да. То есть мы конкретно зашли с центральной нервной системы, и конкретно через позвоночник, через позвоночник вытолкнули. Основное базовое программное обеспечение человека находится вдоль позвоночника. Что мы сделали? Мы его просто взорвали. И дальше сидим, неделю смотрим. Мне на самом деле очень нравится, мне очень интересно читать. Мне очень интересно, результаты какие будут. И на самом деле очень интересно читать. Но еще не все, абсолютно не все, кто находится в чате, осознали вот эту ценность и важность работы. То есть писать. Знаешь, еще есть тот, кто спрятался, и просто так наблюдает, из щелочки наблюдает, но при этом уже по-любому даже у него есть результат, потому что есть... Те, кто спрятался в чате, некоторые пишут в личку нам. Ну, это есть, да. Это да. Более того, у двух человек, у двух со всего чата, сразу же после эксперимента в течение трех дней был результат. Я тебе присылала два письма. У них сразу, у них по здоровью результаты вылетели просто с первого дня. Неожиданный для них, но факт, результат работы. Я понимаю нагрузку сейчас на нашу психику, потому что завтра, получается, следующая пятница, уже второй день. Вторая пятница. Вторая пятница. И во второй пятнице у нас по плану эндокринная система, и у нас по плану опять-таки ЦНС, и у нас по плану наша работа тоже с людьми. И какие-то вещи, объяснения дальше по движению. То есть у нас на завтра большой объем работы на работу с людьми. И я понимаю, что это всколыхнет еще больше людей, потому что вот когда ты уже к ЦНС добавишь эндокринную систему, то уже будут конфликты программ. То есть программы, которые вступают в конфликты, в дальнейшем ведут к заболеваниям. И вот этот подъем этого к осознаванию, к изменению, это уже существенные моменты по здоровью. То есть если первый момент у нас был ресурсный, то второй уже информационный. И интересно, как это проявится в поведении людей, в проявлении людей и во всем остальном. На самом деле мы затеяли просто сумасшедший эксперимент, но он ложится нагрузкой на нас. Причем тогда, когда просто для меня было неожиданно количество участников, а работать надо было с каждым. И вот этот момент, когда нагрузка на психику, на нашу идет, тоже капитальная. Но при этом интерес, он сметает все горы и говорит, блин, валим. Вот просто валим. Потому что интересно. Потому что интересно. Я даже зависла. Я смотрю, ты зависла? Потому что завтра кусок работы большой. Большой, интересный. И вылезут разноплановые моменты, разноплановые подъемы. Ты знаешь, я зависла над другими. Я над тем, что в чате есть люди, кто на эксперименте, которые нигде не проявляются. Они молчат. Они просто наблюдают. А ведь это ужатие и непозволение себе переступить черту. Но при этом очень интересно побывать здесь, хоть глазком. И вот на самом деле не осознают невероятную возможность. Но не созреют. Это зрелость. Хорошо, если такие люди. Просто есть люди, которые на сегодняшний день есть и те, которые приходят к нам тихонько взять и конкретно использовать в коммерческих целях. И пока мы это все оставляем в наблюдении. Знаешь, почему интересно наблюдение за такими людьми? Мы-то знаем их. То есть информацию, что ты не спрячешь. Ты открываешь список людей, у тебя в ум, и тут же высвечивается человек, который пришел с этой целью, если ты только задашься таким запросом. Но понимаешь, какое дело? Мне интересно, как их сознание само будет разбираться с ложью. То есть, с одной стороны, через ложь строятся игры. И вообще вся жизнь у людей строится через ложь. С другой стороны, видишь ли, когда ты уже стыкуешься с магией сознания, назовем это сейчас так, с расширением сознания, с другими возможностями психики, а время – это ресурс психики, это возможность психики, то все процессы, они ускоряются кратно. И у человека, мы же замечали, когда мы работаем с детьми, у матерей ресурс быстро-быстро двигаться, ресурс времени, он ограниченный. Либо ты возвращаешься назад и получаешь уже, предстаешь перед собой, и получаешь в зеркале то, что ты есть на самом деле, либо ты быстро-быстро двигаешься и меняешься. То есть, на время уже завязка есть. То есть, если ты пришел работать, то ты работаешь честно и быстро работаешь, много работаешь. А иначе твое же подсознание тебя откинет. Вопрос – куда и как? Вот эти моменты, когда я наблюдаю, у меня возникает вопрос. Вот если человек вышел в расширение, но он эти моменты не осознает. Я просто… Почему вот к этой теме коснулась? Когда-то, еще когда были темы бесконтактного боя, гипноза, изучения, ко мне приезжали интересные люди, интересные тренера, и среди них были люди, которые, ну, не дурачки, скажем так, да, то есть, они вот в вопросах сознания и управления реальностью, у них были какие-то наработки, пускай в рамках психики, вот в начальных каких-то вещах, но они были достаточно такие. Так вот, то есть, там были, эти люди уже туда внимание уделяли, скажем так. Так вот, эти люди все время говорили, что вот там они там встречались тоже с какими-то, кто там с суфьями, кто там с гуру, кто с кем. У них были свои наработки, и они говорили, что чем шире сознание, тем выше ответственность и тем быстрее последствия. То есть, прямое взаимодействие, прямое взаимодействие ответственности и последствий. И я тогда не понимала, о чем они говорят. А сейчас мне интересно пронаблюдать этот момент, так ли это на самом деле. То есть, и тогда мы, если у нас будут вот примеры, а ты же никак не можешь, человек, который идет в расширении, что он пойдет на ложь, что ли? Ну, тогда глупым надо быть, да? Но если ты знаешь, что человек идет на ложь, да, на искажение, назовем это искажением. В психике мы четко нашли, где все эти искажения складываются. Вот если это искажение или иглу, то оно однозначно приводит к боли. Однозначно. Просто нет другого расклада. Это как игла уже у тебя в заднице. Все. Это уже есть боль. Это основа боли. Но как это завязано со временем и со скоростью развития событийного ряда? Вот эти вещи мы не наблюдали, и ты даже не знаешь, как их отнаблюдать. И поэтому, когда появляются прецеденты, я просто тупо выпадаю в наблюдение, и мне интересно, что будет дальше. То есть как это работает? Наверное, жестоко? Наверное, жестоко. Вот я сейчас подумала, наверное, жестоко где-то, да? А как иначе? Ну, я, например, не вижу жестокости. Я осознаю конкретно опыт для нас благодаря им. То есть, но при этом эксперименты они сами на себе ставят. Благодаря им мы можем наблюдать и видеть. Потому что исход мы знаем. Исход стопроцентный. Вы только через... Точку мы знаем. Да, боль, потеря, все, что угодно. Ну, то есть это... Боль. Да. Игла уже лежит. Игла в кармане лежит. Все. Вопрос только... Куда она воткнется? Да, вот. И как быстро она воткнется? Да. Потому что когда пошел выскажение, все. Других вариантов нет. Искажение будет исправлено психикой. Причем это даже целый механизм. Вот смотри, мы сейчас хороший курс даем людям по этим вот... По первому блоку, вижу, насквозь. Да. Вот три курса мы уже провели. И еще два, и потом тренерский будет. Так вот смотри, мы очень круто систематизировали там материал. Очень, очень сжато. Сжато. И при этом мы коснулись там в рамках этого курса не каких-то поверхностных, а даже очень глубинных наработок, чтобы показать, что в дальнейшем это приведет вот сюда. И были только моменты, которые мы подробно не стали разжевывать. Вот, например, Б5К5. Мы же не разжевали ее людям. Ну, потому что это... Сознание надо расширить. Да. Потому что туда можно войти только с широкого сознания. Так, чтобы и... Но при этом подведем, на втором уровне подведем. Все равно подведем. Потому что здесь сейчас витают фантазии точно так же, как на Б4К4. Но при этом все равно уже есть у человека какие-то представления. Даже представления, то есть они уже идут на расширение по-любому. Да. То есть это, знаешь, как расширяется место, пусть оно остается еще пустотным, но уже есть что заполнять. Ну, вообще, удивительная тема получается. Смотри. Люди всегда мечтали о... А значит, появляется интерес. ...психических способностях. Напомню. Левитация, телекинез, телепортация, телепатия. Вот об этих вещах. При этом вопрос, а как это может быть... Человек мечтал, что да, я смогу этому научиться. Вопрос, как это может быть... Вот на вопрос, как, ответа нету. И единственный вариант, который прокладывался дорожкой, как, это поездка к какому-то гуру, мастеру и так далее, который тебя научит. И вот эти гуру и мастера, авторитеты, выносы авторитетов рождались молниеносно. Когда речь заходила о развитии способностей, и тут же находились мастера, которые могут. И, как правило, это самые тайные, самые скрытые. Иначе с ними спецслужбы разберутся. Либо же это кто-то там в буддийских монастырях, при храмах, еще куда-то. И человек бросался в омут с головой, туда ехал. Я сама так ехала. Я сейчас про себя говорю. Просто был период, когда я сама точно так же ездила. Ну, получала опыт нормальный. Получала опыт, да. И вопрос, как? В какой-то момент до меня дошло, что как не может быть снаружи? Если мы говорим о развитии психических способностей, то логично, что эти способности в тебе, а не в том человеке. То есть нету того человека, который бы мог войти в твою психику и научить тебя быть другим. Это только ты. И научить тебя быть собой, да? Быть собой, да. Им. Да, да, да. У этого человека будет свой опыт, но даже если ты повторишь 50 раз его опыт, ты не станешь таким же. Пример буддизма. Покажите хоть одного. Пример любая религия. Покажите хоть одного. Но есть люди, которые достигали какого-то уровня развития сознания, но эти люди сосредоточили внимание на себе. Вопрос, что они делали там. Вот когда заходит вопрос, что они делали там, тогда становится понятно, что надо идти в глубь себя и на пути разгребать все, что там есть. Все подряд. Вот просто идешь и разгребаешь. Что мы и сделали за эти годы. Гребешь, 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 и кажется бесконечно, кажется, сейчас до центра, до ядра земли, дохребешь. А все никак. А все никак. И в какой-то момент тут хлоп, и до тебя начинает доходить. Вот это будет работать так, вот это будет работать так, вот это так. Потому что дальше человек раскладывается на механизмы. По запасным частям. И это не по органам физического тела, это по психическим механизмам. Просто даже когда мы выдаем вот эти механизмы, кстати, вот в книге по созданию, которую сейчас вычитываем, там же очень много механизмов описано. Это не один, не два, не три. Их очень много. Это реальные механизмы. То есть человек будет вести так и так. Если не так, то так. А если не так, то вот так. А если вот здесь изменить такие условия, то дальше включается следующий механизм. То есть полностью алгоритмизированный момент такой в проявлении человека. Потому что в эти моменты ему кажется, что он выбирает, а он просто переключается с одного сюжета на другой. И это происходит автоматически. Автоматически. Стрелка, поезд. В чистом виде робот, автомат. В чистом виде. То есть разложив, войдя вглубь, мы разложили машину. То есть на части. Психическую машину на части. Психическую машину на части. И в этом контексте, ты знаешь, я сегодня увидела ролик Черниговской про дельфинов. Я не видела еще такого. Да, про сознание, про мозг дельфинов, про сознание дельфинов. Потом, сегодня же мне попал ролик про проявление человека как животного и про то, что человек произошел вот в цепочке животных, что там рассказы про Дарвина там и так далее. Мне сегодня просто несколько роликов попали в тиктоке с утра самого на эту тему. И ты знаешь, я зависла. Я зависла, потому что человеческое сознание никогда не может сравниваться с животным сознанием. Это глубочайшее заблуждение. Это Бога, создателя реальности сравнить с забором. Животное – это декорация. И кто бы что ни говорил, это декорация, воспроизведенная нашим сознанием. Да. Да, да, да. И поэтому, когда человека низводят до этих вот уровней, даже под научной эгидой, у меня ступор возникает. А это все возможно лишь, знаешь, почему? Потому что в свое время был авторитет Фрейд. Конкретно Фрейд. Сам животное вел себя как животное и расписал человека как животное. Все. Видишь, он был очень удобный. Фрейд на самом деле, он был очень… Он был выгодный. Выгодный, да. И он создал выгодную систему психоанализа. Она выгодная полностью. Что такое выгода, да? Это выгода, это норма, это основа заболевания. Мы видим рост психических расстройств. Вот она, платформа больная. Платформа, на которой мы сейчас и живем. Да, психические расстройства. И видишь, она очень хорошо так прочно укрепилась, подхватилась. То, что выгодно. Ну, да. Сегодня в чате переписка на эту тему понравилась. Норма. Что такое норма? Как увидеть норму? Так это же нормально, нормально. Тогда это выгодно, выгодно. А что тогда делать с этим? Измениться. А как тогда измениться? Как вам кверху? Как в данном случае ответить на как? Ну, ты уже видишь выгоду. Слушай, ну, замени это. Ну, уже проще некуда. Уже видишь ошибку, исправь ее. И все. И все, и больше вот в моменте здесь и сейчас. Исправь. Причем это не хорошо и не плохо. Это опыт, который сразу становится твоим опытом, который идет сразу в подсознание. И ты за этот опыт уже получаешь плюшки для своего организма. И это происходит автоматически, потому что ты ошибку исправил. На тебе пирожок. Кстати, насчет исправила ошибки. А в нашем обществе допускать ошибки нельзя. За это можно по попе получить. А ведь для подсознания каждое исправление ошибки – это просто плюшка. Вкусная плюшка. Поэтому у нас они, видишь, у нас они циклируются. Ну, то есть, как грабли. Потому что нельзя ошибаться. Хорошо. Хорошо. Не буду. Колокол такой по башке. Не буду. Больше не буду. Ой, не буду. Попроси прощения за ошибку. А потом повтори ее снова, снова и снова. Кайся, грешник. Кайся, кайся, кайся. Кайся, кайся, кайся. Чьё сознание создаёт природу и погоду? Вот задумывались ли люди, вот те, кто будет смотреть подкаст, чьё сознание создаёт природу и погоду? Покажите. Вот это создающее сознание. Ну, в Тонау есть ваша реальность. И кто её создал? Бог? Где? На солнышке? А она сама выросла. Оно само проявилось. И в моменте здесь и сейчас оно само фиксируется, да? Как оно само фиксируется? Оно обладает само сознанием? Это из чего выросла? Из теории большого взрыва? Чьей-то? Нет, про взрыв там на самом деле вспышка есть у нас в психике, взрыв есть у нас в психике. Согласна. А дальше? Понимаете, когда человек уходит слишком сильно в материальное, он забывает, что его тело, если его сознание покинет тело, оно будет трупом, неющим. Прахом, да? Прахом. И только сознание определяет, ты прах или не прах. Но самое интересное, что когда твое тело становится прахом, у твоего сознания уже крутится другой фильм, и там нету этого гнилого тела. Это гнилое тело есть в сознаниях только тех, кто его наблюдает. И если вот человек начнет видеть под этим углом восприятие, то все-таки сознание, он отведет определенную роль. Пока у нас сознанию роль не отводится. И даже интересно четкое определение сознания, если брать именно научные источники, нет. Просто нет. Вот мы-то начали уже готовить определение. И меня уже начали критиковать за то, что мы взяли источником Википедию. А что надо брать источником? Ну, это не научный источник. Я понимаю, что это не диссертация, это не научный труд, это не именитый автор. То есть авторитет. Ну, как это Википедия авторитет? Да какая разница, какой у тебя авторитет? Там на Фрейда ссылка была в коллективном бессознательном. Он для тебя не авторитет, а кто для тебя авторитет? Нет, так подожди, не вопрос. Если кто-то говорит, что Википедия там не авторитет, для него является кто-то авторитет, так возьми, у тебя есть возможность, благодаря нам, ролику нашему, возьми, почитай своего авторитета. То есть найди определение. И сравни. Да, и сравни, найди суть. Ну, все, очевидно. И на широкую аудиторию, мы-то рассчитываем на широкую аудиторию, на широкую аудиторию дается всегда материал для широкой аудитории. Ну, конечно, для всех спектров. Если мы сейчас начнем разговаривать с широкой аудиторией, так как мы между собой иногда обмениваемся информацией, даже блуждая по глубинам психики, и вот в загрузках, то половину слов можно не понять. А если понять, то не так. Исказить, и придумать, что мы там это хотим, а мы там это хотим. Это будут ваши выдумки. А на самом деле вы просто не понимаете, о чем мы говорим. Потому что есть сленг, есть лексика своя уже наработанная. Ну, свой язык, конечно. Ну, свой язык, потому что как видишь, так и поешь. Потому что мы не придумываем, а берем так, как это в психике, а в социуме совсем другая терминология. И нам иногда приходится подстраиваться для того, чтобы говорить на широкую аудиторию. Не иногда, а всегда. Когда ты мычишь на стримах, ну, вот как это, ну, весело. Я не могу это сказать. Я тебе потом после стрима расскажу. Ну, правильно. Попало называется. А что делать? Не все можно ляпать языком. И не все... Вот человеку скажи, у тебя в подсознании черта, да? И человек же обкакается. Ну. А на самом деле, ну, а тогда перед этим надо прочитать лекцию. Каким образом этот черт там у тебя появляется? Грубо говоря, у тебя есть программное обеспечение и верование религиозного толка. И там есть, что вот такими-то действиями, такими-то проявлениями обладает черт. И это порождение религиозное на самом деле. И вот ты замечал за собой вот эти действия, вот эти проявления. Потом ты себя там, ну, условно говоря, тупо, если бы там где-то предал себя, на какой-то момент наступил предательство, или отказ от себя, отказ от жизни и так далее, ты на какие-то грабли программные наступил и потом повел себя как черт. И у тебя в подсознании выделяет сознание и сразу облекает в этот образ, потому что он ложится для твоей психики. Но если у другого человека этот образ будет не черта, а жабы, то там будет жаба. Но это же плод твоей психики и твоего программного обеспечения, твоих верований, механизм веры там участвует, когда эту херню создает. Ну, тогда надо лекцию такую прочитать человеку. А если ты ему просто сказанешь, что у тебя там черт, ну, будешь иметь кучу кала. Ну, кому это надо? Ну, да, а бывает же на стриме тоже. Вот как сказать на стриме, если, допустим, там, видишь, проблему, то есть серьезная проблема у человека возникает, да? То есть как следствие я вижу, и я понимаю, как я скажу? Я сразу говорю, я не буду говорить. Но при этом я там кое-что сделаю, и все, ну, как бы, знаешь, как перевязать рану. Ну, видишь, у этой палки два конца. Здесь у нас, например, слушают люди, которым очень интересно. Вот мы залезли там в программное обеспечение человека, и вот мы там где-то поковырялись, мы там, и это должно как-то проявиться. И человек уже, о-о-о, угадают они, что так проявится или не угадают? И тогда нам, мы заинтересованы, казалось бы, сделать так, чтобы проявилось это вот именно так, чтобы человек там, ну, люди кровожадные, например, болел там или еще что-то. А на самом деле... Да неинтересно нам это вообще абсолютно. И если ты видишь наоборот, что ты вот, ну, вот как на консультации, ну, вот идет развитие болезни. Да, да. Но если его можно сейчас перекрыть, и тогда человек не будет мучиться потом. Зачем? Это как перевести немножко стрелочки, так раз. И даешь ему что делать для того, чтобы эти стрелочки перевести. Да. Это никому не надо. И чтобы он удержался, потому что ты ему даешь, говоришь, что делать надо, и чтобы он удержался. А уже дальше ответственность на самом человеке. То есть услышал он или не услышал? Ну, тогда как же пропиариться? Вы же не пиаритесь, вы же тут непонятно чем занимаетесь. Да, я согласна. Я уже на все согласна. Мне интересно то, что мы делаем. Мне интересно проводить эти эксперименты. Мне интересно то, что мы систематизируем и даем. Мне интересно... Я недавно с сестрой разговаривала и говорю, смотри, одну книжку вычитываю, вторая книжка пишется нами в процессе работы, третья книжка идет методичка, она систематизируется, сейчас оформляется для того, чтобы людям дать по окончании программы. И вот сейчас начали набрасывать четвертую книжку по эксперименту, что мы там будем делать, чтобы для себя зафиксировать шаги. У меня не стадо как-то. Мы здоровые. И это все идет синхронно. Почему синхронно? Потому что в моменте здесь и сейчас ты что-то делаешь, ты это фиксируешь для себя, для себя, для себя. Вопрос, если ты зафиксируешь это правильно, потом ты просто, ну, как книжечки по полочкам разложил, потом сюда можно углубиться отдельно, сюда отдельно и доработать. И это займет меньше времени, чем начинать все это с нуля. И тогда получается система, тогда и производительность такая. А что делать? На самом деле мы очень много информации выдали толковой. Кстати, мы, наверное, за год, да, выдали за год, у нас, наверное, книг сколько, 5-6, наверное, вышло за год. Нет, за 5 лет у нас вышло 10 книг, 2 книги в год. Это за 5 лет. А мне кажется, мы как-то, когда взялись, один период был, у нас что-то больше было. Две, наверное, самое большое было. Две самое большое за год, да? Больше не успеваешь вычитать. Мы как-то вначале были. Материал ты набираешь быстро, но все равно, что надо вычитывать, надо исправлять. Это да. Да, но я имела в виду по написанию, именно не по вычитыванию уже, потому что я помню информационно, мы так, ну, как, в принципе, и сейчас, 4 одновременно. Ну, видишь, сейчас вычитывается книга, там есть моменты, когда мы писали и дату ставили, когда мы это пишем. И это книга 22-го года. То есть вот эти материалы, что сейчас вычитываются, очень много идет с 22-го года. Они сейчас дополняются нами в 24-м году, там, причем такие иногда углубления идут очевидные. Вот просто тогда нам не хватило расширения добить до конца. Но мы при этом основу разложили, практическую. А сейчас, когда вычитываешь, так смотри, вот это очевидно, и ты еще больше. Так это вот как раз-таки о том, что сейчас проходит вот этот для учеников программа обучающая. Да, вижу лосквозь. И вот смотри, то же самое. Ведь мы даем как сетку, да, вот те же платформы Б, да, как сетку, да, и по-любому мы не можем дать сейчас тот материал, потому что для этого надо определенное расширение сознания. Но при этом мы как бы выкинули вот эту информацию, и у них образовались пустотные ячейки благодаря вот этому растяжению. А эти пустотные ячейки, они ведь вызывают интерес, потому что надо заполнить их. И вот у человека появляется вот это 22-й год, и 24-й – это вот закрыть вот эти тоже. Точно так же. Точно так же, да. Все по подобию будет идти. Оно по-другому не получится. Человек все равно будет развиваться сам. Другой момент. У меня сейчас повис вопрос. Мы же храним видео наше с 18-го года. Мы платим за сервера. То есть, есть где одни условия. Я тебе сегодня обозначила финансовые условия за хранение информации. И ты знаешь, я задумалась, что это очень накладно сейчас. И поэтому наверняка имеет смысл пересмотреть наши старые программы и убрать их хранение. Они останутся у нас, и останутся только новые. Да, это обрежет и человеку, ну, блин, ну а что делать? Сейчас становится финансовый вопрос. Поэтому то же самое с консультациями, со всем остальным. И мы вот будем обсуждать, что делать дальше. И имеет смысл, возможно, потому что сейчас на платформе... Далее получается. На платформе, там же не только мы работаем. Сейчас уже там много людей работает. И там сейчас будут программы идти вообще даже не по психологии. Вот. И это все хранится. И вот за счет вот этого расширения надо решать, что делать дальше. То есть, ну... Видишь, как? Получается, все равно утилизация должна быть. То есть, вот этот прах должен уйти в декорации, да? Да. По-любому, чтобы была почва, уплотнение, было отталкивание. Видишь, как? Тогда прорастет новое. Стоит уже вопрос, и подумаем, как его решать. Пока решаем, пока платим, пока все это дело есть, но надо будет думать дальше. Как только идет расширение, надо будет ограничение по сроку хранения. В принципе, ну, наверное, на всех платформах существует ограничение по сроку хранения. Я тоже думаю, что не может быть бесконечно, что срок должен... Вот. Но кто его знает вообще-то? Ну, либо собственные сервера. Да, либо. Надо думать. Всегда есть вопросы, понимаешь? Все равно ты все время думаешь, ты все время решаешь, ты все время не с одного, так с другого. Но, на самом деле, мне интереснее решать вопросы в психике, чем вот эти, которые связаны с какими-то технологиями, еще с чем-то. Это одно. А мне интересна все-таки психическая часть. Нет ничего интереснее психики. Вообще скажи, нет ничего интереснее. Просто психика – это, наверное, я скажу, наверное, основа основ, образование вообще всего. Всего. И при этом, смотри, вот мы с тобой работаем, мы загрузились, мы провели занятия, там 10 часов вечера закончили, да, 11 час. Ты уезжаешь, и у меня вдруг просыпается интерес рисовать, блин, до 3 часов утра я рисую. Потом утром встаю, блин, и стоит эта хлебопечка облезлая. Я уже думаю, а не пора ли нам пора? Но я ее все пытаюсь запустить. Хорошие рецепты. Теперь надо интерес к тренажерам. Мы будем проводить курсы на тренажерах. Я уже сходила в бассейн, тут же бассейн через дорогу. Я сходила в бассейн, уже узнала расписание, как туда ходить, вот потеплять немножко, пойду поплаваю, люблю плавать. Тоже интерес есть уже, понимаешь. Но все равно получается интерес, 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 интерес. Но доминантный интерес – это психика. А все остальное – вот просто интерес. Но все равно интерес. Это нет вот этого «мне надо, я должна», еще что-то. Нет. Потому что уже любое, чтобы даже тот же хлеб, те же картины, тот же бассейн, абсолютно все, те же общения с друзьями, близкими, ты все равно уже все это общение видишь из психики. То есть и ведешь из психики, и смотришь из психики. Это уже просто невозможно. Это основа основ. Да. И ты просто видишь, ну, это как, не знаю, даже сравнение, какое подобрать. То есть, ну, это настолько, это настолько уже так и естественно для тебя, что это как вот подышать воздухом. Да. А еще, когда смотрю на свои окна, я вижу там, что следующий интерес приближается. Уже цветочки выросли. Уже садить надо будет. Это тоже будет интерес. Все равно интерес, интерес, интерес. И нет одного интереса. Если у человека один интерес, и он заглючился на нем, то... Все, он будет циклической ошибки уже. Он будет циклической ошибки. Завернется по-любому. У него нет интереса. Он будет растрачивать свой ресурс, и все. Это путь в старости смерти. Если ты хочешь быть молодым и здоровым, интерес обязателен. И надо научиться жить так, чтобы... Тебе было интересно. Находить интерес во всем, что ты делаешь. Во всем. Что бы ты ни делал. Моешь посуду, здесь должен быть интерес. Потому что как только ты занимаешься нелюбимым делом, все, растрата ресурса идет у тебя стопроцентная. Потери. А если ты начинаешь делать то... Ну, что тебе вот надо делать, но ты его не любишь. Находишь интерес, все, он тебе дает ресурс. Вот так устроена жизнь и наша психика. Но молодость и здоровье на сегодняшний день интерес номер один. Ну, я думаю, что это у всех. Я думаю, что ни одного человека нет, кому неинтересно здоровье и молодость. То есть, никому неинтересно вернуться. Ну, наверное, это слово неправильное. Ожить, наверное. Ожить. Ожить. Ну, видишь, даже сам эксперимент, он уже поднял, если ты почитаешь, даже под нашими роликами, а в личке так вообще, он уже поднял и жадность, и зависть, и гордыню, и злость, и в то же самое время и счастье, и радость, и благодарность, и так далее. Вопрос. На каких качелях будем качаться, товарищи? Каждый на своем месте. Каждый на своем месте. Все качели хороши, выбирай на вкус. Каждый на своем месте. Каждый на своем месте. Продолжение следует. Продолжение следует...